Так, задача страховой компании, это в случае страхового случая, значит, выявить его и оплатить. Если же они видят, что здесь какое-то мошенничество, то дело передается в правоохранительные органы, там дальше уже не они этим занимаются. Но я еще раз говорю, я это скажу, я это говорю, другие люди говорят за это, тебе ничего не сделают, но ты попробуй подобное что-то скажи, скажи, что есть проблема в Чечне, с которой власть не может или в принципе не хочет справляться, в которой они не видят проблему, скажи. Но если вот опять-таки ты говоришь, скажи это, и ты говоришь, что я это не могу сказать, а если я скажу, меня поставят на эту беговую дорожку, сняв что-нибудь, то нет, это чисто для эксперимента, если хочешь, я тебе это скажу, это годами, да, это годами, это проблема, которую не могут решить. Вот я это сейчас сказал. Обе стороны должны быть честными, если власть ЧАЭР будет исправно возмещать ущерб при ДТП, то есть риск увеличения случая мошенничества со стороны автовладельцев. И что? Что теперь? Во-первых, это вопрос не власти, потому что автомобильное страхование это не государственное страхование. Может быть какие-то отдельные компании страховые являются отчасти государственными, но они только отчасти. В основном это все-таки отдано в сферу бизнеса. Это первое. Второе. Мошенничество, оно всегда будет в любых сферах, там где люди могут как-то мошенничать. Вы думаете, что в Европе этого нет? Но каково решение? В полоте мошенников должны работать правоохранительные органы. Это не забота страховщиков. Пускай работают правоохранительные органы. Задача страховой компании это в случае страхового случая выявить его и оплатить. Если же они видят, что здесь какое-то мошенничество, то дело передается правоохранительные органы, там дальше уже не они этим занимаются. Поэтому я не знаю в пользу чего был этот аргумент. Тумсуа, во времена Ичкерии была государственная программа по обвязке районных центров железной дороги. Смотрите, во времена Ичкерии до войны у нас была работающая железная дорога. А железной дорогой были связаны населенные пункты тогда, которые сегодня не связаны. А уже в период между двух войн тут никакой речи вообще в принципе быть не может. Мы всего три года там пожили. И поэтому это даже обсуждать сейчас будет глупо. Но когда 25 лет люди заявляют о том, что они какие-то там суперуправленцы, они там добились каких-то невероятных результатов. Но при этом эта сфера никак не меняется. И когда они на это указывают, они вместо того, чтобы у себя этот вопрос поднять и как-то реально поставить это, я не знаю, в план, они вместо этого высмеивают саму тему железных дорог, ну пытаются, пытаются ее высмеять. И в качестве контраргумента предъявляют, значит, что мы поменяли эти газели, они у нас теперь новые. И посмотрите, как плохо живут в Европе. Но это полный абсурд. Как на вот этого конкретного сейчас, в данный момент, допустим, сидящего в маршрутке, в потной, в этой жаре человека, как на него влияет то, что плохо в Европе? Ему от этого легче. Он сидит, он весь спотел уже полностью мокрый, а пока доедет до Грозного, он будет весь мокрый. Вот как ему поможет информация, что в Берлине, допустим, там наркоманы где-то лежат, к примеру, или во Франции, где они там показывают. Как это относится к этой проблеме? Если в Берлине или во Франции, допустим, наркоманы, то это проблема властей Германии, властей Франции. Ну, это никак не оправдание отсутствия нормальной инфраструктуры в Чечне. В Тумсо, в Швеции много бомжей. Не видел вообще ни одного, никогда не видел здесь бомжей. Бомжей в классическом понимании вот в России. Бомж — это человек без определенного места жительства. То есть здесь я не знаю, потому что здесь социальная сфера, она все-таки на совершенно другом уровне. И люди, им достаточно обратиться к властям, в той коммуне, где они находятся. Им в любом случае какое-то там жилье, прожиточный минимум, это все будет предоставлено. Поэтому если здесь человек, например, он бомжует в плане там на улице и живет, то это и будет его собственный выбор. Но здесь, в Швеции, ты вряд ли сможешь долго пожить на улице, потому что климат все-таки суровый. Большинство времени здесь холода очень серьезные, поэтому навряд ли люди будут таким экстремальным увлечением заниматься. В общем, я не видел. Здесь иногда можно перед каким-нибудь магазином встретить какого-нибудь там приезжего человека, который будет сидеть что-то просить. Но это очень редко, потому что у людей здесь практически не бывает налички, поэтому они там мало что по прощайничеству могут заработать. В общем, здесь это не актуальная тема. В других странах Европы, да, я видел. Во Франции это вообще отдельный вид жизни такой, когда люди бомжуют, допустим, на улице там палатки ставят, живут. Ну, это такой их выбор. Плюс там социальная сфера не так хорошо работает, как в Швеции, поэтому там вы можете чаще подобное встретить. Смотрите, в европейских странах, у каждой европейской страны есть какая-то своя проблема. Здесь это далеко не рай. И никто, когда кто-то что-то предъявляет по поводу Европы, там проблем, никто не будет, ну, по крайней мере, я точно не буду сидеть и доказывать, что здесь там все хорошо. Зачем? Мне это неинтересно. Я вещаю не для того, чтобы рассказать, что здесь все прекрасно. Но я вам точно могу сказать, что любая проблема, которая здесь, в европейских странах, за озвучивание этой проблемы меня не поставят на беговую дорожку, не снимут с меня штаны. Вот в Швеции, например, сейчас острая проблема – это преступность среди подростков. Это очень острая проблема. И пока власть реально не может с этим ничего поделать. Но они в любом случае с этой темой разберутся. Просто пока они еще не поняли, как с этим бороться. И вот видите, я об этом говорю, за то, что я это сказал, меня не поставят на беговую дорожку, тем более там серноводскую бутылку никто не применит. Понимаете? Никаких репрессий не будет. А вот попробуй, иллюзионист, допустим, попробуй сказать, то, что я сейчас говорю, что 25 лет никак сфера этого автотранспорта, перевозки граждан не поменялась. Пусть он попробует это сказать. Вот в чем разница. Здесь проблемы есть. В каждой стране есть какие-то свои проблемы. Но это вообще не сравнится, во-первых, с тем, что мы имеем у нас в Чечне. А во-вторых, за озвучивание этой проблемы здесь с тобой ничего не сделают. Нет, с этой проблемой в Швеции не могут годами. Ты умышленно намалчиваешь это годами и ничего. Вот так скажи, что не способны. А не способны, не понял, ты имеешь в виду с подростковой преступностью бороться не способны? Я думаю, я же говорю, пока успешной борьбы нет. Пока и сами шведские власти это признают. Вот это во всех этих отчетах общеевропейских об этом говорят. Что в Швеции рост преступности очень серьезно вырос. Что преступники до совершеннолетия, из-за того, что они там максимум 4 года могут получить, они совершают эти преступления. То есть не могут. То есть до сегодняшнего дня никакой эффективной борьбы с этим нет. Нет, это правда. Но если ты имеешь в виду сказать, что это никогда не будет побеждено, я уверен, что найдут метод, чтобы это все победить. Я даже замечаю, как на многие районы, допустим, здесь, которые были известны тем, что в них там очень большой наркотрафик, например, продажа наркотиков, барыги всякие. Я вижу, что эти районы очистили. То есть когда они берутся за то, чтобы решить проблему, они ее решают. Но именно с этой темой здесь нужно законодательно. В Швеции нужно менять конституцию, чтобы, например, более жесткие наказания применять в отношении подростков. Поэтому я думаю, это сфера, с которой им будет сложнее. Но я еще раз говорю, я это скажу, я это говорю, другие люди говорят за это. Тебе ничего не сделают, но ты попробуй подобное что-то скажи. Скажи, что есть проблема в Чечне, с которой власть не может или в принципе не хочет справляться, в которой они не видят проблему. Скажи. Нет, скажи, что годами это, годами проблема, а не как ты озвучил, что она только сейчас. Ну, насколько я знаю, эта проблема и в последнее время набрала очень серьезные обороты. То есть Швеция в плане преступности в европейских отчетах, она вышла в последние годы на лидирующие позиции. Ну, антирейтинги, я имею в виду. Это насколько я знаю. Может быть, я в этой теме, возможно, я не силен, потому что все-таки это не та тема, которой я занимаюсь. Но если, опять-таки, ты говоришь, скажи это, и ты говоришь, что я это не могу сказать, а если я скажу, меня поставят на эту беговую дорожку, сняв что-нибудь, то нет, это чисто для эксперимента, если хочешь, я тебе это скажу. Это годами, да, это годами, это проблема, которую не могут решить. Вот я это сейчас сказал, вот ты посмотришь, поставят меня за это на беговую дорожку или нет. Но на самом деле, насколько я понимаю, проблема с преступностью, она всегда, конечно, была. Но вот этот вот рост именно подростковой преступности, это в последние годы сейчас очень серьезно он вырос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok